Набираем в восковике слово «Квизис» и заходим в первую открывшуюся у нас вкладку, у нас «Квизис». Есть «Квизис» для студентов, для учащихся. Там нужно просто ввести код для того, чтобы брать участие в игре. Мы сейчас с вами регистрируемся как учителя. При регистрации можно использовать Google аккаунт, либо зарегистрироваться по почтовому ящику. Нажимаем «Следующее» и выбираем «Школя». Как вы видите, у меня автоматически перешел на русский язык, так что здесь я ничего такого не делаю. Можно пропустить имя, пароль. Таким образом, я регистрацию прошла. Сейчас здесь предлагается вам использовать любую чужую викторину, которая здесь есть. Любую, то есть, какие вы хотите. Например, давайте по окружности игра. Давайте посмотрим, как это будет происходить, игра в роли учащейся. Как будет происходить игра, если мы будем с вами в роли учащейся. Можно назначить как живую синхронную викторину, как вы видите, классический, либо изменяющийся, либо назначить в качестве домашнего задания. Тоже очень удобно. Тогда асинхронное обучение, асинхронная работа. Здесь мы видим вопросы, которые есть, варианты ответов по ним можно использовать. Например, давайте нажмем… Можем ее сохранить себе, поделиться и скопировать, детектировать. Например, давайте нажмем, как классический вариант – это викторины. Как команда может принимать участие – классический вариант, либо в качестве контрольной работы. Перемешивать ответы. Нажимаем «Продолжить». Что сейчас участникам нужно сделать? Они заходят через любое устройство. Можно им скопировать и отправить сразу. И вводят код игры. Либо это можно поделиться через Google Classroom, либо сервис Remind. Что делаю я? Я беру смартфон. И на смартфоне набираю «Квизис». И вы сейчас увидите, что здесь зашел один участник. Отлично. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на планшете, либо на компьютере. Копирую ссылочку, вставляю в адресную строчку. Копирую код игры. Ввожу код игры. Нажимаю «Присоединиться». Сейчас буду вводить свое имя. Елена Дегтярева. И нажимаю «Начинить». Посмотрите, здесь я бравый цыпленок. Так, ну что у нас? Начинаем. Два участника у нас готовы. И как в роли учителя, я уже начинаю игру. Она идет с музыкой. Музыку я убираю. И учащиеся, что они видят? Они видят сразу вопросы. Отлично. Друзья, я вижу прохождение. Вижу, на каком вопросе я остановилась. Вот здесь вот шестой вопрос из 20. Как меня зовут и по какое место я занимаю. То есть, как учитель, он видит, кто отвечает. Два учащихся. Количество ба, в которые заработали. Место, которое заработали. И может уже конец игры нажать. Можно и оставить. Теперь давайте создадим наш первый тест. Переходим в «Создать». Нажимаю вкладочку «Создать». Урок, викторина либо урок. Мы с вами про викторины у нас идет курс, поэтому мы создаем викторину. Название это теста. Загадки. У нас здесь будет веселье. Нажимаем «Следующий». Мы не будем телепортировать из библиотеки различных викторин. Мы напишем свою викторину. И у нас предлагаются теперь варианты. «Большой выбор», «Флажок», «Заполнить бланк», «Опрос», «Неоконченный», «Горка». Разные варианты. Давайте, например, «Большой выбор». Посмотрим, что это такое. Копирую. Вставляю вопрос. Копирую ответ. И делю его на несколько вариантов, либо одновременно в один. То есть на ваше усмотрение. 16 вариантов предлагаем. 32, еще какие-то 46. То есть разный вариант ответов. Обратите внимание, здесь можно записать аудио, видео и добавить картинку и математическое уравнение. К сожалению, эти платные. Аудио и видео у нас платный вариант подписки, а картинку можно добавить бесплатно. Выбираем, сколько мы времени даем на ответ. Например, 20 секунд. И нажимаем «Сохранить». «Спасти». Некорректно, коряво переведено. Но ничего страшного. Понятно так. Следующий вариант вопроса – флажок. Здесь в данном случае предполагается множественный вариант ответов. Давайте подумаем, что нельзя съесть на завтрак, например. Копируем, вставляем и ответы. Ужин и обед. То есть сюда пишем «обед», сюда «ужин» и отмечаем эти правильные варианты ответов. «Завтрак». Видите, их сколько можно? «Полник». Сохраняем. Теперь добавляем следующий. Вот у нас оба вопроса добавили. Первый вариант у нас опроса – это был один вариант ответов. Второй вопрос у нас был – это множественный вариант ответов. «Сейчас забираем следующий. Какими нотами можно измерить пространство?» Давайте попробуем. Вопрос здесь. Ответ «ми, ля, ми». Альтернатива «ми, миля, миля, ми». То есть разный вариант, только как можно больше. Сохраняем. Теперь добавляем опрос. Какое у вас настроение? И вариант ответов. Отвратительное и уставшее настроение. Вот таким вот образом. Можно картинку добавить? Давайте попробуем. Картинка загружается с рабочего стола компьютера, либо же делается ссылка. Например, вот такое. Отлично. Сохраняем. Мы с вами уже добавили 4 типа вопросов. Раз, два, три, четыре. Сейчас переходим неоконченный. Что нельзя намочить подождем лысому человеку, например? Так, даем время на то, чтобы ответил. Все. К сожалению, слайды мы добавлять не будем. Но может, не к сожалению, потому что здесь нужно создавать урок. Мы же урок создавать с вами не будем, у нас просто игра. Теперь смотрим. Мы с вами создали викторину, шуточную викторину, где использовали 5 вариантов вопросов, 5 типов вопросов. Первый, когда у нас один правильный вариант ответа. Второй, когда у нас два правильных варианта ответа. Третий, когда варианты ответов не даются, но они пишутся и как бы альтернатива им засчитывается. Далее у нас идет опрос. Нужно выбрать один из предлагаемых, просто чтобы отметить свое настроение. Ну что, нажимаем «Сделаны». Теперь добавляем картинку к викторине. Выбираем язык русский. Russian. Далее для какого класса у нас, например? Для третьего класса. Публичный он у нас будет, либо приватный, либо расширенный. Публичный всем. Сохраняем. Теперь нам нужно начать либо живую викторину классическую, когда студенты, учащиеся в своем темпе, выполняют работу либо в контролируемый темп, чтобы все вместе в классе проходили, либо в качестве домашнего задания назначить. Давайте попробуем в качестве домашнего задания назначить учащимся. То есть мы выбираем, когда они должны закончить. Сегодня 2 февраля, завтра, например, 3. Давайте до 11 февраля им, например, закончить нужно, до 7 вечера по местному времени. Назначаем «Продолжить». И сейчас я должна поделиться этой ссылочкой с своим классом. Все пользователи Google аккаунта имеют Google Classroom. Для того, чтобы нам принять участие вот в этой викторине, что еще мы можем сделать? Мы переходим опять в «Моя библиотека». Открываем «Мои загадки» и, например, показываем живую викторину в классическом формате, либо под руководством учителя. Таймер оставляем, таблицу лидеров. Перемешивать не будем, воспроизводить музыку не будем. Нажимаем «Продолжить» и «Загадки». Вот сейчас я должна открыть в новой вкладке вот эту ссылочку и ввести вот этот код. Эта ссылка можно поделиться. Выбрала тему. Так, я первая присоединилась. Вот мы видим два участника теперь. И теперь начинаем нашу викторину. Так, теперь мы управляем дальше. Следующий вопрос, либо здесь нажимаем вкладку. «Подолжение следует...» «Подолжение следует...» «Подолжение следует...» «Подолжение следует...» «П 첫 impulse…» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...